К газу электрический котел можно ставить и даже нужно. Может, не надо об этом говорить, было на камеру, но во всех случаях электрический котел идеален в плане резерва. И вот здесь уже нужна, конечно же, электрическая энергия. Где взять электричество? Электричество можно взять от генератора. Друзья, здравствуйте! У нас сегодня большой гость. Это Куропаткин Александр, компания «Азота», руководитель отдела продаж. На Сибирске он оказался не случайно, он приехал к нам в гости для того, чтобы рассказать нашему персоналу, персоналу торговых точек, интернет-магазину о продукции компании «Азота». Мы как-то с вами обсуждали тему резервного отопления, когда мы решили, что в отсутствии газа, в отсутствии электричества нам было бы неплохо иметь в загородном доме то устройство, которое может работать на дровах, на обломках палет, да даже на соседском заборе. То есть то, что гарантированно будет работать всегда. Но мы сегодня хотели бы рассмотреть в качестве резервного источника отопления электрический котел. Давайте узнаем, в каких случаях это уместно и какой котел примерно, да, с каким функционалом лучше установить в свою систему отопления. На самом деле электрический котел это самый идеальный резервный котел, потому что он, а, дешевле всех, как ни крути, он не требует дымохода, он не требует какого-то строения крыши для хранения топлива, емкости для дизеля, баллона газового, если, к примеру, это все-таки твердотопливный котел а-ля электрический. То есть во всех случаях электрический котел идеален в плане резерва. Ну, например, ситуация твердотопливный котел основной для экономии, электрический для поддержки штанов. То есть в межсезонье, либо, ну, когда нам хочется поспать, либо мы хотим куда-то уехать, и обычный котел имеет ограниченное количество часов работы, он затух, температура снижается, электрический котел, даже самый простой, улавливает падение температуры и включается в параллельную работу, делает комфортный микроклимат в помещении. Поэтому твердое топливо, электричество, твердое топливо, мы говорили, не всегда выгодно использовать, то есть проще его использовать уже, когда на самом деле прохладно, когда большие тепловые потери, тогда можно, правда, сэкономить на электрической энергии. Когда, например, у нас, ну, может быть, пример частный, но, например, есть производство, производственные площади, склады, может, не надо об этом говорить было на камеру, но есть люди, которые отвечают за, например, включение топку и еще чего-то, праздники, новогодние праздники. Кто-то, ну, не дай бог, ладно, давайте не будем говорить об алкоголе, будем говорить о том, что заболел, не вышел на работу, а ты уехал как собственник и больше никого нет. Ты, конечно, видишь, что у тебя прохладно стало, но ничего сделать не можешь, поэтому электрический котел включится и без всяких проблем будет подогревать. Частный случай. Второй частный случай, это, конечно, престарелые родители, которым хочется уже помогать, не хочется, чтобы они таскали что-то, особенно они могут где-то и похворать. Поэтому электрический котел, это как медсестра. Не надо, мама, лежи, отдыхай, или просто смотри в окошечко, или просто пойди с соседкой поболтай. Поэтому электрический котел в частных, любых случаях, это классно. Второй пример комбинации, это газ-электричество. Ну, во-первых, газ имеет особенность все-таки выключаться. В каком случае? Моргнул свет, нет источника бесперебойного питания, который очень рекомендуется для систем отопления. Не каждый, кстати, источник бесперебойного питания может работать с газовыми котлами. Да, есть нюансы, мы об этом можем поговорить чуть позже. Так вот, моргнул свет, нет резерва, клапан закрылся, газа нет. А мы только ушли на работу. Мы приходим с работы, вроде бы ничего не перемерзло, но комфортной температуры, конечно же, нет. И маленький электрокотел там за 15-20 тысяч рублей мог бы, конечно, с этой проблемой справиться. Второй вариант. Газовый котел, может быть, будет предположительно в следующем году. Или предположительно он будет завтра. А мы проектируем и монтируем сегодня. Поэтому думать о том, что у нас все идеально по графику к ноябрю, к октябрю, к сентябрю заработает, я бы, конечно, не советовал. Надо сделать резерв. Вот мы монтируем, вот мы повешали классную мини-котельную газовую. Надо взять еще электрический котел. И очень не хочется ставить простой котел, ставить к нему насос, еще группу безопасности. Хочешь взять все-таки котел, который уже оснащен, то есть уже готовое решение, но на электрической энергии. И у нас в ассортименте такие котлы есть. Это котлы СОЛО, МКС, МКС+. И может быть мы в следующем году еще чем-то порадуем своих потребителей. Поэтому к газу электрический котел можно ставить и даже нужно. Даже если вы забыли, что газ когда-то выключался, у вас по соседству может выстроиться коттеджный поселок на эту же трубу. Давление газа упадет. И тогда, когда вы, например, на чайник тратили, ну пусть не на чайник, на кастрюльку тратили 2 минуты, сейчас нередки случаи, когда тратится 4-5. И вот здесь уже нужна, конечно же, электрическая энергия. Твердое топливо мы рассмотрели, но бывает самое интересное и очень любимая схема сейчас в Иркутске, это когда электрический котел резервируется электрическим котлом. Даже так бывает. Ставят хороший котел, который позволяет экономить с массой функциональных программ. Солид, МКС+, МКС, неважно. Он зависит, конечно, от качества питания. Но если выключили свет, о качестве питания особо говорить уже не приходится. И у нас висит второй котел, например, котел Баланс. У которого только механическая регулировка, никаких электронных систем. Где взять электричество? Электричество можно взять от генератора. Генераторам, например, не советуют электронные котлы, электрические котлы с электронным управлением подключать. Потому что синусоиды нестабильные. И, в общем-то, можно вывести из строя электронику. А у Баланса нет электроники. Поэтому иркутяне, которые очень обласканы тарифами, ну и, надо сказать, не только иркутяне, в общем-то, зачем мне опять труба, зачем мне опять дровяник, когда можно поставить генератор. И в те случаи, когда нет света, спокойно резервироваться. Какая интересная схема. Необычная. Да. Поэтому электрокотел это круто. И даже в резерве он может быть хорошим помощником. Не только дровяные печи и дровяные камины могут выступать в роли резервного источника тепла. Но, оказывается, и электричество, и электрический котел тоже имеет на это полное право. Если вы согласны с нашим мнением, или даже можете предложить свой вариант комбинированных устройств, где одно из звеньев это электрический котел, обязательно напишите в комментариях. Ну и, конечно же, ждем вас гостем в новосибирских магазинах Форнакс. Заходите почаще. Ну а мы благодарим Александра за то, что он просто невероятные нам сегодня подарил знания и поделился своими эмоциями. И ждем вас снова в гости. Спасибо. Спасибо вам. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.